Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Вайхи. Это последний недельный раздел книги Берешит. Начало его описывает последний период жизни нашего братца Якова в Египте. Приходит время, когда он чувствует, что ему уже нужно готовиться покидать этот мир. Он делает последние шаги, необходимые, все, что он еще может сделать при жизни, все, что может завершить, все, что необходимо сделать. Дает распоряжение о том, как и где его следует похоронить, заболевает, и тогда Юсеф приходит к нему вместе со своими сыновьями Фраемом и Минаше для того, чтобы Яков их благословил. Они получают благословение, и благословил он их в тот день так «Тобой будет благословлять Израиль, говоря, пусть Бог сделает тебя, как и Фраема и Минаше». То есть, чтобы в дальнейшем каждый отец, который желал бы своему сыну самого лучшего, и если можно выразить самый-самый наилучший вариант, наиболее успешный, какой можно только представить, это Фраем и Минаше. Вот такими будьте вы, чтобы вы были примером благосостояния, преуспевания для всех людей. И дальше следует такая фраза. «И сказал Израиль Юсефу, вот я умираю, но Бог будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов». То есть, я умираю, а что будет с вами? Вообще-то ничего хорошего. Если говорят «Бог будет с тобой», это именно в том случае, когда, в общем-то, ждут неприятности. Только что, у меня здесь обещание, что несмотря на неприятность, Бог вас не оставит. И действительно, то, что последует за смертью Якова, это будет пробощение в Египте. Жизнь в Египте, которая до сих пор была вполне-вполне приличной и достойной, она сильно изменится после смерти Якова. Это он знает. Но Бог будет с вами, и возвратит вас в землю ваших отцов. То есть, чтобы вы знали, что пребывание здесь оно вечно, рано или поздно. И какие бы большие неприятности здесь ни были, рано или поздно Бог возвратит вас. «Я же дал тебе один удел сверх того, что получат твои братья, который я отобрал у Ямарейца моим мечом и моим луком». Перевести эту фразу стоит больших трудов. Потому что в оригинале она звучит совсем-совсем непросто. Перевод, который я прочитал, это некоторый компромисс между многими-многими возможностями, все из которых они не удовлетворительны. В чем здесь штука? В чем проблема? То, что говорит Яков своему сыну Иосифу, что «я дал тебе» «Шхем эхад аль ахеха». Слово «эхад» вроде простое. Один. «Аль ахеха» – «над тем» или «сверх того», «больше того, что получают твои братья». А слово «шхем» что означает? Одно из двух. Ну, может быть, трех. Первое, может быть, имеется в виду – это географическое название – город Шхем. Но к географическому названию никак невозможно прилепить в дальнейшем числительное «эхад». Не говорят один – Иерусалим, два – Иерусалима, три – Иерусалима. Иерусалим – он – Иерусалим. То же самое «шхем». Что значит один «шхем»? Нет двух «шхемов»? Вторая возможность. Слово «шхем» может быть упомянуто, определено в смысле доля. Может быть, имеется в виду, что он дает ему двойную долю. Я даю тебе двойную долю, одну дополнительную долю над тем, сверх того, что получают твои братья. Тогда не очень понятно, где это получается. И, кроме того, совсем неясно продолжение. Какую же эту долю, которую я отобрал у юморейца моим мечом и моим луком? Где наш братец Яков воевал своим мечом и луком, отбирая у юморейцев какую-то долю, которую он теперь может подарить Иосефу сверх того, что получат по наследству его братья? Тоже неясно. Есть еще третий вариант. Слово «шхем» может означать еще и плечо. Но оно уже совсем вроде сюда, но просто никак не клеится. «Шхем» и «хадаляхех» – одно плечо, оно больше, чем получают твои братья. Попробуем как-нибудь разобраться. Начнем с раши. Раши говорит «я ожидал тебе». Во-первых, вопрос, почему именно тебе? Если какое-то преимущество, то почему это преимущество именно Иосефу? Здесь, говорит Раши, не нужно много гадать, поскольку перед этим, в предыдущих стихах, подробно обсуждался вопрос о погребении Якова и о том, что он просил не хоронить его ни в коем случае в Египте, понимая, что такая просьба натолкнется на отчаянное сопротивление властей египетских, да и не только властей, может быть, и народных масс тоже. И все-таки он возложил это требование, эту просьбу на плечи Иосефа. И теперь, поскольку ты за то, что ты утруждаешь себя заботой о моем погребении, говорит Раши, я также дал тебе удел, в котором ты будешь погребен. И что же это за удел? Значит ли, что Раши объясняет здесь, переводит здесь слово «шхем» как удел? Нет. Потому что Раши продолжает, это «шхем», то есть сам город, непосредственно город «шхем». Как сказано о кости Иосефа, которые вынесли из Египта погребли в «шхеме». Поскольку Иосеф по египетским обычаям после своей смерти был забальзамирован, то его мумия находилась в Египте до самого исхода из Египта. А в процессе исхода из Египта Муше позаботился уже о том, чтобы его мумию вынесли из Египта и похоронили, предали земле. И как написано действительно в книге Иошуа, что кости Иосефа, которые вынесли из Египта, погребли в «шхеме». Значит, «шхем» как усыпальница, как место для погребения был дан здесь Иосефу. Вне зависимости от общего раздела, то, что страна Израиля в дальнейшем будет разделена между двенадцатью коленами Израиля, каждый получит свой надел в ней, а сверх этого Иосеф получит своё собственное место погребения в «шхеме». Так объясняет Аш. И понятно, что это объяснение никоим образом не решает проблемы со словом «ихад». «Шхем» – «ихад аля хеха». Каким образом к географическому названию города Шхем прилепить слово «ихад»? С большим трудом, с натяжкой. Умеется в виду, что вот это то, что я тебе даю «шхем» как усыпальницу, в этом будет одна твоя доля. Вот этой одной и той моей долей ты получишь больше, чем твои братья. Поскольку этот первый комментарий, это первое объяснение, оно достаточно натянутое, поэтому Раши на нём не останавливается и идёт дальше, даёт дополнительное возможное объяснение. Так, один удел сверх того, что получат братья, имеется в виду город Шхем. Он, вот именно этот город, будет дополнительной долей сверх того, что получат твои братья. Здесь Раши сталкивается с ещё одной проблемой этого первого комментария. Ещё до того, как он переходит ко второму комментарию. Ведь есть же продолжение стиха. «Этот самый удел, который я отобрал у имарейца моим мечом и моим луком». А где-то было видно, что Яаков завоевал Шхем. Город Шхем Яков не завоевал. Город Шхем таки да был завоевал. При малоприятных обстоятельствах, после того, как принц этого города Шхем изнасиловал дочь Якова, Дим и отказался её выдать и потребовал, чтобы Яков согласился на жениху, то сыновья Якова, Шимон и Леви, при помощи хитрости напали на жителей Шхема и устроили там резню. В конечном итоге вырезали всех его жителей. Так что на самом деле это место, Шхема, это то самое место, которое было прежде всего завоевано военной силой, было силой завоевано в Эр-Сесраиле в стране Израиля, но Яков не только что не участвовал в этом, наоборот, он резко-резко критиковал своих сыновей Шимона и Леви за этот их поступок. Как же он теперь, после того, как он их критиковал, как же он теперь присваивает себе вот эту самую победу, то, что он завоевал этот город своим луком и своим мечом, даже пальцы не поднял, наоборот. Говорит Рашид, когда Шимон и Леви истребили жителей Шхема, это было всё хорошо, они хотели, их поступок был понятен, они хотели проучить жителей Шхема, чтобы больше в дальнейшем никто к ним не совался. Поняли они, что так они рассуждали, что если они сейчас проявят слабость и не отреагируют на то, что изнасиловали их сестру, то тем самым они приглашают дополнительные выходки, дополнительное насилие по отношению к себе. Поэтому нужно показать как следует. Это да, показать-то можно, но проблема-то в том, что после того, как ты покажешь один раз, после того, как ты отреагируешь самым-самым резким образом, то, получив сильно по морде, местное население может собраться силами, чтобы ответить. И так на самом деле. Текст Торо об этом ничего не говорит. Текст Торо говорит только, что когда Яков, поняв, что продолжать жить там в районе Шхема небезопасно, и решил сняться с этой стоянки и двинулся дальше, то был страх Божий на всех окружающих городах, и никто их не преследовал. То есть попытки отомстить за истребление Шхем не было. Это текст письменной Торы. Устная Тора и Раж здесь приводит, что когда Шимон и Леви истребили жителей Шхема, то все соседние народы собрались, чтобы напасть на них. Таки да, было намерение напасть. И тогда Яков нечего было делать, вооружился против них, и пришлось таки отбиваться. Этим самым, и получается, что хотя, конечно, те, кто завоевали Шхем, те, кто истребили его жителей и завоевали, были Шимон и Леви, да, но после этого их бы оттуда выбили, причем еще как бы выбили, кончилось бы это бы совсем-совсем плохо, если бы Яков не припоясался, не вооружился и не возглавил оборону и не отбился от всех врагов. Поэтому он может сказать, что это город, который он завоевал луком и мечом. Вот теперь Раша переходит к другому объяснению. Естественно, правило, если бы первое объяснение совершенно Раша бы удовлетворял, если бы оно было совершенно не натянутое, то Раша бы ими ограничивался, нужно было бы второе. Но поскольку первое объяснение достаточно натянутое, Раша переходит к следующему. Один удел сверх – это право первородства. То есть, от Раши, будем понимать теперь слово Шхем не как название города, а как слово, означающее долю или надел. Это право первородства. Тем самым, по Раши связывается вот эта вот воля Якова с тем, что было сказано выше по отношению к его внукам, его внуке Фраем и Минаше. Яков сказал, что отныне они будут для меня, как мои дети, как Шимон и как Реувен. То есть, есть в Торе закон, по которому первенец, старший и первый из сыновей получает при разделе наследства двойную долю. То есть, если, скажем, есть пять сыновей, после того, как умирает отец, то всё его имущество делится на шесть равных долей. Две получает первенец, четыре доли – все остальные. Так вот, говорит Раши, что поскольку Яков уже сказал Якову, что два его сына, Фраем и Минаше, которым ему приходится внуками, они будут для него, как сыновья. То есть, они получают, они становятся в ряд сынов Якова, в ряд колен Израиля, и отныне они становятся, каждый из них не половинка колена Якова, а колено Иосефа раздробляется, и отныне вместо одного колена Иосефа есть двенадцать колен Израиля, и тем самым получается, что первородство было отнято у старшего сына Руэна и передано Иосефу. Так, говорит Раши, здесь нужно понимать вот это вот слово «шхем-иха-дал-ахеха», то есть, я даю тебе один удел сверх того, что получают твои братья, имеется в виду, это право первородства, то есть, его сыновья получат двойную долю, которая полагается первенцу. И слово «шхем» будет здесь означать «часть» или «доля». И в Писании, пусть это будет вам неудивительно, что тем же самым словом называется и «город», и «доля удел», в Писании, говорит Раши, есть много примеров подобного употребления этого слова, можно провести здесь большой список, так что это вполне легитимное объяснение. Вопрос тот же, который был в первом комментарии, и ко второму комментарию тоже задается, а как тогда понять продолжение? Если имеется в виду, я же даю тебе один удел сверх того, что получили твои братья, это тот удел, который я отобрал у меморейцев моим мечом и моим луком. Худо-бедно, со «шхем» мы как-то объяснили, что можно сказать, что Яков отобрал у меморейца шхен, но при чем здесь первородство? Первородство нужно было отнимать у меморейца, у какого меморейца, и при чем здесь лук, и при чем здесь меч. Пронужает Раши, которую я отобрал у меморейца, имеется в виду из рук Исаава. Но Исаав не имореец, и Исаав же родной брат Якова по рождению сына Цхака, по рождению он еврей. Имеется в виду из рук Исаава, который поступил, как имореец. То есть имореец здесь – это бранное слово. Человек ведет себя на языке наших мудрецов, на языке Талмуда. И имореец действительно это было не просто обозначение человека, который относится к коренным жителям земли кананской, но и, как, например, выражение «дарке и мури» – это различные вещи, которые запрещены, поскольку они напоминают принятые у народов мира обычаи колдовства или, скажем, гадания и так далее. Все это называется «дарке и мури». То есть слово «и мури» здесь означает просто «как бранное». Так вот, Исаав здесь имеется в виду. У кого отобрано это право первородства? Исаав, Яаков в свое время перекупил первородство у Исаава, и теперь это первородство, то есть право быть передающим эстафету и несущим знамя союза еврейского народа с Богом, он это передает сейчас Иосефу. Тот становится предводителем на уровне колен Израиля, предводителем всего народа. И поэтому сказано то, что я отобрал у иморейцев, имеется в виду из рук Исаава, который поступал, как имореец, который вел себя, как последний имореец, а не как еврей. Ну, а конец, как понять? Моим луком и моим мечом, но Яаков никогда луком и мечом ничего. Никакой драки между Яаковым и между Исаавом не было. И все, что он, таким образом он у него сумел получить от него первородство, он его купил. Как же понять эти слова луком и мечом в ретраше? Здесь есть игра слов «бехарби» у «бехашти» следует понимать это мудростью и молитвой. То есть я здесь приобрел это слово «бехарби» следует понимать как мудрость, а «бехашти», что слышится как «бакаша», то есть просьба, это имеется в виду молитва. Так объясняет «Раш». Резюмируя, «Раш» я объяснил, дал два разных объяснения. В одном из них, одно из них основано на понимании слова «шкем» как название города «шкем» и смысл того, что Яаков дает Йосефу усыпальницу место погребения в «шкеме», как это потом и выполнили его праправленки, которые похоронили кости Йосефа в «шкеме», а второе объяснение означает, что я даю тебе первородство, то есть первородство отнимается тем самым у старшего сына Ровена и переводится теперь, что связано вполне с тем, что сыновья Йосефа, они становятся коленами Израиля, то есть входят в число двенадцати колен. Теперь посмотрим Рамбан. Как Рамбан объясняет этот сложный стих. «После того, как Яаков благословил двух сыновей Йосефа, приравняв их к своим сыновьям, он обратился уже к самому Йосефу». Значит, прежде было, прежний отрывок, когда Яаков говорит Йосефу, что твои сыновья Ефраем и Минаши, то есть мои внуки, они будут как мои сыновья, теперь он уже обращается к нему самому, сказав ему первое, вот я умираю, но Бог будет с вами, что означает изгнание. Поним, что живем здесь в Египте, это не на курорте, здесь изгнание, если до сих пор этого не ощущали, так это только потому, что многие вещи были еще и скрыты, а вот сейчас все раскроется. Но Бог будет с вами, чтобы избавить вас от любой биты. И там, то есть вот в этом самом изгнании вы расплодитесь и умножитесь до чрезвычайности, и он возвратит вас в землю ваших отцов, чтобы вы ее унаследовали. И я даю тебе один удел, который в моей власти передать тебе, и это на дело первенца. И вот он-то будет сверх того, что получают твои братья. То есть мне собирается Рамбан объяснять слово «шхем» как название города, он идет по второму значению слова, это на дело. Тебе передается, Йосефу передается права, ему передаются права первенца, это означает дополнительный на дело. Причем Рамбан понимает на дело не только символически, то, что они становятся, они называются коленами Израиля, а на дело имеется в виду земельное на дело. Это весь вполне конкретное материальное выражение. Все это, чтобы выразить свою любовь к Йосефу. Иаков отдал ему право первенства, и теперь сыновья Йосефа будут равны остальным коленам. И в Зинайской пустыне у каждого из них будет свое знамя, как и у остальных колен. То есть, они и называются коленами теперь, и это в Синайской пустыне, там речь не шла о разделе земель, а когда уже придут в Рызь Исраиль, землю Исраиля, то там уже это выразится конкретно в нарезе земли. И он передал ему дополнительное дело в земле после того, как она будет завоевана мечом и луком. Казалось бы, не Яков завоевал. Но ведь будет она завоевана. Пока что Рамбан не объясняет, а что здесь делать с тем, что Яков говорит, которую я завоевал мечом и луком. Но самое главное, что то, что я тебе даю, этот надел, это только после того, не сейчас, реализуется. Это право только после того, как земля будет завоевана мечом и луком, после того, как вы выйдете из Египта, придете в страну Израиля, завоюете, вот тогда ты получишь эту дополнительную долю. И Яков сказал ему, смотри, я сделал тебе все, что я мог для тебя сделать. Ведь в его власти был только один лишь дополнительный дел в земле Израиля. Это доля первенца. Так как любое наследие, как мы сказали, оно разделяется именно таким образом, что первенец получает двойную долю, которую он мог передать тому, кто обрел милость его в глазах. И вот он передал эту дополнительную долю Йосефу. А как связать с этим продолжение? Долю, которую я отобрал у имморейца луком и мечом. Пушаэт Рамбан, поскольку сыны Израиля начали завоевание Святой Земли именно судела населенного имморейцами. На самом деле страну Израиля населяли семь народов. Имморейцы только один из этих семи народов. Там были еще и канонейцы, и гергашей, и егуси, и хеви, и призи. А иммори – это только имморейцы, один из этих народов. Но завоевание началось именно с них. Вам приводят доказательства. Пожалуйста. Завоевание, на самом деле, завоевание началось еще не с самой Эльс-Исраиль, а с восточного берега реки Ярден, там, где жили имморейцы. Имморейцы жили и на восточном берегу реки Ярден, и на западном. Завоевание началось именно с Зайордани, с восточного берега реки Ярден. Там были области царей Сихон и Ог, они были царями имморейцев. Это первое. Правда, это еще не сама Эльс-Исраиль, это еще не земля Израиля. Это как бы преддверие. А затем уже после перехода через реку Ярден и начала завоеваний в самой Святой Земле, то вот самая первая большая битва, она произошла именно в ходе завоевания страны, она произошла именно между сынами Юсефа под предводительством Йошуа бен Нун и эмурейцев. Йошуа бен Нун, ученик и преемник Муше, который возглавил весь народ в ходе завоевания Росисраиль, он был из колена Эфраем, то есть он был потомком Юсефа. И в этой-то битве для евреев было совершено великое чудо, о котором сказано, и воспел Йошуа перед Господом в тот день, в который Бог предал эмурейцев сынам Израиля. И сказал Йошуа перед глазами всего народа, солнце стой у Гивона, а луна у долины Ялом. К чему ему нужно было остановить солнце, и больше, и меньше. Потому что день клонился к заходу солнца, вот-вот могла наступить темнота, а в темноте недобитые морейцы могли бы скрыться. Это не входило в планы Южи, он хотел добить их полностью, чтобы они получили уже такой удар, после которого не встанут. Но время-то солнце склонится к закату, что ж теперь делать? Вот это то, что Йошуа и сделал, он обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы он остановил хотя бы на несколько часов солнца, чтобы солнце не зашло, и чтобы можно было добить эмурейцев в долине Айлон. Ну, естественно, будет вопрос, а как же всё воинство небесное, ведь всё же вращается, есть же определенный период вращения, что будет с этими часами, в которые не произошло этого вращения? Это уже отдельная история. Где-то понятно, что где-то их должны будут вернуть, потому что так всё просто не может быть. И что произошло? И остановилось таки солнце, и стояла луна, пока мстил народ своим врагам. Именно эти, вот именно земли и морейцев, и стали наделом сынов Юсефа. Вторая связь, почему это именно связано с морейцами? Да потому что, если мы посмотрим на карту заселения, всех двенадцати колен, каждый из двенадцати колен получил свой надел, а вот наделом сыновей Юсефа были бывшие земли и морейцев. Хотите доказать, что вы трамбан? Пожалуйста. И пошли сыны Махира, сына Минаше в Гильад. Это сын Минаше, Минаше – это сын Юсефа. Его потомки сделали ряд захватов в Гильаде, то есть в Зайордане. Это восточный берег Рикерды. И завоевали его. И изгнали кого? Морейцев, которые были в нём. Там и поселились. И отдал Мошегель Адмахиру сыну Минаше, и поселился он в нём. Это Минаше. А что со вторым сыном, со вторым коленом, происходящим от Юсефа, коленом Ефраима? Сыни Ефраима тоже получили свой надел в рубежах, завоеванных именно у и морейцев. Как сказано. И хотели имморейцы жить на горе Херес-Ваилоне и в Шалбин, но тяжела была рука колена Юсефа, надавили на них, и стали они его данниками. В отличие от имморейцев Зайордания, которые были уничтожены или изгнаны, то имморейцы в районе, в сфере влияния колена Ефраим не были уничтожены, но на них сильное было давление, и они стали данниками. То есть, признали власть колена Ефраима и платили им дань. В любом случае, мы видим, что то, что сказал братец Яков, здесь бывает, реализуется именно так, что Юсеф, его два колена, на которые разбилось колено Юсеф, они завоевывают и получают именно землю и морейца. Как здесь Яков и говорит, что я даю тебе один дополнительный надел сверх того, что получают твои братья, который я отобрал у имморейца. До сих пор Рамбан объяснил только одно, причем здесь иммореец, это замечательно. И он привел здесь все доказательства, что имеется в виду именно то, что получили сыновья Юсефа, это иммореец. Но осталась другая проблема, а причем здесь он, Яков, он-то не завоевывает Расисефа, он-то уже сейчас собирается умирать за десятки-десятки лет, за сотни лет до исхода из Египта. Продолжает Рамбан дальше. Исказано мечом и луком, поскольку земная Израиля была завоевана при помощи меча и лука. То есть, это не было чудесное завоевание, при котором от одного только вида или еще что-то, все враги бы тут же убежали. Так не произошло. Пришлось все-таки повоевать и мечом, и луком. И об этом написано, не было города, заключившего мир с сынами Израиля. Не только что они не убежали, но и с другой стороны они оказали достаточно сильное сопротивление. Не убежали раз и не подчинились два. А выбрали третий вариант – воевать и быть побежденным. И поэтому единственным исключением был город Гевон, в котором жили хивийцы. Это единственный город, жители которого приняли, не воевали с израильтянами, а сдались им и приняли добровольно их власть. И Иаков связывает себя с этим завоеванием земли. Как сказано здесь, который я взял своим мечом и луком. Поскольку сыны Израиля победили в этой войне, благодаря его заслугам. Конечно, те, кто махали мечами, и те, кто натягивали тетиву у лука, это были его потомки. Его правнуки, праправнуки. Нет сомнения. Но победа им досталась благодаря заслугам Якова. Поэтому он, безусловно, приписывает ее и себе. Которую, это земля, которую я взял. И Яков как бы сражался за них. И об этом завоевании сказано. Не своим мечом унаследовали землю. И не сила мышц их спасла. Но твоя десница. То есть вся та великолепная победа, которая была одержана над семью народами канонийскими, чтобы евреи в дальнейшем не зазнавались. И не думали, что это их выдающиеся полководцы, их беззаветная смелость и сила их оружия, или еще что-нибудь, весь этот набор обычных слов, которые при этом упоминаются. Поэтому пророк напоминает, что вы так не думали и поняли, что это не сила ваших мыслей, не сила вашего оружия. А это только, только Всевышний обеспечил здесь победу вам. Ну а каким образом он ее обеспечил? И почему он ее обеспечил? Это заслуга Якова. Ибо ты к ним благоволил. А это благоволение. То есть было здесь благоволение. Было из воли и изъявление. Изъявление блага. Почему? А это заслуга и прадцев. Не останавливайте, Рамбан, на этом комментарии. Хотя вроде бы все объяснено. Вместе с тем понятно, что все-таки хорошо было здесь, конечно, было здесь и заслуги. Все замечательно. Но, во-первых, заслуги – это не только его. Если уж так, то заслуги – они всех трех прадцев. Преофранница, как и Яков. Именно в заслугу всех троих прадцев Всевышний дал их потомкам Святую Землю. Поэтому почему Яков именно приписывает это к себе? Это раз. Во-вторых, все-таки то, что идет след за этим «моим луком и моей». Я отвоевал замечательно. Я отвоевал, не надо было бы сказать, я отвоевал своими заслугами. А не Я отвоевал своим луком и своим мечом. Поэтому Рамбан здесь, как и почти во всех главах книги Берешит, начиная с Лехлиха, он обращается к своему принципу комментирования этих глав. То есть, деяние прадцев – это знак предков. Что это значит? Хотя мы уже повторяли это много раз, но повторим еще очень коротко. Это значит вот что. Когда Всевышний планирует историю, планируются определенные события, как и любой план, на какой-то стадии он может потерпеть различные изменения, а может быть даже в общем может быть и отменен. Но приходит какая-то стадия, в которой план утверждается. И с этого момента все, что остается, это только реализовать его так, как он был утвержден. Так это происходит, мы знаем, и в нашей жизни. Скажем, если кто-нибудь планирует построить здание, то может его планировать и самым разным образом конструировать так, планировать так. Но с какого-то момента, как районная или какая-нибудь другая комиссия утверждает этот план, то теперь уже этот план не подлежит изменению. И если ему утвердили подрядчику 8 этажей, а он построит 10, его так серьезно оштрафуют за это. То, что тебе сейчас утвердили, 8 и не 10, и не больше, и не меньше. Также подобного рода процесс проходит и в истории тоже. То есть есть план, планы вынашиваются, планы корректируются, планы изменяются, может быть, но с того момента, как кто-то из наших пранцев. Совершает в миниатюре действие, которое может выглядеть как такая миниатюрная реализация этого плана, подобно тому, как архитектор делает сначала чертеж, а потом делает макет здания, которое он собирается строить, так же и здесь. Происходит ситуация, в которой создается как бы макет будущего события, и с того момента, как кто-то из наших пранцев, Аврам, Ицхак, Ильяков, или иногда, может быть, более поздние пророки, они совершают вот такое вот символическое действие, в котором происходит символическая в миниатюре реализация будущего плана, будущего события, то это событие теперь уже неотвратимо. И поэт пишет Рамбан, мне кажется еще, что Иаков совершил знамение, подобное тому, что совершали другие пророки. То есть некоторые пророки, иногда подобные вещи происходили несознательно, то есть происходило какое-то событие с одним из наших пранцев, и это событие, оно уже таким образом вбивало гвоздь, оно уже реализовывало дальнейшие, утверждало дальнейший план событий, которые произойдут еще через сотни лет. Но иногда это было делано и сознательно тоже. То есть зная наперед, пророк зная наперед, что должны произойти какие-то события, зная это пророчески предвидя, он делал определенные, тоже называют Рамбан, поальдимьюни, то есть делал такие вот символические действия, чтобы уже закрепить и утвердить этот план. Так вот, то же самое сделал Иаков, что он простер руку, он зная, что придется его потомкам воевать, отбивая у семи народов землю Кнаан, землю обетованную, он простер руку с мечом в сторону земли морейцев и послал в ту сторону стрелы, то есть просто стрелял из лука в ту сторону, чтобы та земля была в дальнейшем с легкостью покорена его потомкам, тем самым как бы уже утвердив план захвата страны Израиля. Ведь почему Гатерамбан, в тексте же этого ничего подобного нет. Да, Гатерамбан, я не фантазирую, потому что мы видим, что в книгах пророков есть описание подобного же рода, а именно. Ведь так же делал пророк Илиша, который проложил свои руки на руки Йоаша, царя Израиля, и велел ему выстрелить через окно двора дворца на восток в сторону земли Аран. Произошло это уже во времена разделения царств. Та история, которую цитирует здесь Гатерамбан, когда израильский царь Юран был поуже занят войнами, борьбой с своими северными соседями, арамейцами, то есть сирийцами, в наше время уже тогда северная граница была очень неспокойная и очень проблематичная. И царю стало известно, что пророк Илиша при смерти, он вот-вот может уйти в лучший мир, и он тогда помчался к нему. Что же теперь будет, если пророк уходит, а как же мы теперь, кого же ты на нас отставляешь? Пророк сказал ему, пообещал ему, что он одержит победу над этими северными врагами, над сирийцами, над арамейцами. Но не просто он ему пообещал, а он ещё заставил его сделать вот такое вот символическое действие, а именно, положил свои руки, на руки царя, и велел ему взять лук, натянуть его и выстрелить, стрелять через окно дворца на восток, в ту сторону, откуда приходили арамейцы, в сторону земли арам. И когда царь повиновался, ему сказали стрелять, ну, ведь ему показалось немножко странно. Так, но он выстрелил. Но очевидно, поскольку это оказалось очень странно, он выстрелил всего один раз. Ну, и почитал, что от него попросили, он сделал. Тогда Илюша разозлился ему. Сказал ему Илюша сначала, это стрела спасения, которая придёт от Господа, стрела избавления от арамы. Ты поразишь арамейцев в афеке. После этого он ему прибавил, что если бы ты выстрелил несколько раз, тогда бы ты их разбил окончательно. А теперь в афеке один раз ты их поразишь, а потом колесо перевернётся, и они начнут тебя бить. Так или иначе, мы видим здесь, пророк совершенно сознательно заставляет царя делать вот такое вот символическое действие для того, чтобы закрепить план грядущей победы в афеке. Поэтому не исключено, что то же самое сделал Яков, зная, что рано или поздно его потомкам придётся завоёвывать в трудной борьбе страну Израиля, поэтому он ещё при своей жизни сделал такое символическое действие. Письменная Тора об этом не рассказывает, но нельзя отрицать, что это могло быть. А если так, то это, по крайней мере, даст нам объяснение вот этой вот очень странной фразе, которую говорит здесь Яков, что я даю тебе, тебе, Иосифу, даю тебе дополнительный удел, который я отвоевал у имарейца своим руком, своим луком и своим мечом. Если так, как объясняет Рамбан, тогда можно это понять буквально, это действительно его меч, это его лук, с которым он пускал стрелы в сторону имарейцев для того, чтобы тем самым обозначить победу над ним. И хотя Тора не рассказывает о подобном знамении Якова, в тексте Тора этого нет. Всё же, возможно, намёк на это находится в словах именно в этих, которые мы читаем, то, что я взял отвоевал своим мечом и своим луком. Может быть, поэтому именно сказано «я взял» в прошедшем времени, не «я возьму». Так, если это мы будем понимать по первому комментарию Рамбана, то имеется в виду, что, какой был первый комментарий Рамбана, что хотя страна будет завоёвана в дальнейшем потомками, правнуками Якова, это верно, но ведь это будет достигнуто, победа будет достигнута благодаря его заслугам. Но тогда это нужно было бы сказать в будущем времени. То есть я даю тебе дополнительный удел, который я отвоюю, возьму, завоюю в будущем времени. А почему же тогда Яков говорит здесь в прошедшем? А если мы берём второй комментарий, то это да, прошедшее время оправданно. То есть после того, как он сделал уже раньше эти символические действия, обозначавшие победу над Борицем, можно сказать уже, что я завоевал, по крайней мере, на уровне макета, то есть макет я сделал, так как в генеральном штабе проводят такие военные игры, играют синие против красных, и там всё на картах, они уже делали, у них есть макет войны, и вот там красные выиграли у синих, или синие выиграли у красных, и так далее, и так далее. Также здесь мне на карте, но по крайней мере, всё-таки символическая такая военная игра была проведена, и поэтому можно было сказать об этом уже в прошедшем времени. – это объяснение Рамбана. Долго мы сегодня сидим на одном слове, но это правда, потому что действительно слово слово. и я хочу привести ещё один комментарий, третий, это уже Аравир, очень любопытный комментарий, он отказывается от пути, которые нашли и Раши, и Рамбан, с точки зрения слов очень трудно, но первое, понятно то, что переводить это как слово, это слово как шхем названия города, «трудно, непонятно, почему шхем и хад але хеха, почему один шхем больше, чем получат твои братья, шхем он вообще-то один». Переводить это как Рамбан и Раши во втором комментарии, что это одна дополнительная доля, тоже нет, он утверждает, что вообще слово и хад, оно никогда не упоминается как простое числительное, просто вот один имеется всегда, один из некоторых, один из нескольких. Тогда нельзя сказать, что из нескольких таких разных долей, лишних, которые у меня у тебя есть, одну из этих лишних долей я даю тебе, этого нет, есть всего лишь один лишний удел, который даётся первородному, и слово и хад таким образом здесь не оправдано, а как же тогда понять? Отвечает Равир, а есть же третье значение слова и хад, слово шхем, простите, плечо, что это значит? Я даёт тебе дополнительное плечо, одно из нескольких, как это понять? Пишет Равир так. Первая половина этого стиха, скорее всего, шхем означает плечо, на которое взвалена ноша или что взваливают на плечо? На плечо не обязательно взваливать мешок с картошкой, на плечо, это идиом очень часто используют, на плечо взваливается ответственность, на плечи человека возлагается ответственность, на плечи человека возлагается должность. Так вот, скорее шхем означает плечо, на которое взвалено ноша или возложена ответственная должность. Итак, действительно, у пророка Ишаяу, когда пророк Ишаяу говорит о Машехе, приход которого он предвидит, он говорит, что на его плечах правление будет на его плечах. То есть на плечи царя Машеха будет возложено бремя правления. Или я снял бремя с его плеч, бремя ответственности, бремя власти. Поэтому буквальное значение данного отрывка будет таково. «Я дал тебе плечо, чтобы возвысить над твоими братьями». То есть именно шхем и хад, я дал тебе одно плечо. И одно, именно один из нескольких, вас несколько. Вас здесь много братьев. У каждого есть плечи. Тебе я даю плечо, то есть я возвышаю тебя тем, что я взваливаю на тебя ответственность, взваливаю на тебя должность и обязанность быть вождем всего народа. «Я возложил на твои плечи честь, с одной стороны, и бремя быть моим преемником в качестве главы семьи, быть первым над своими братьями и руководителем». То есть речь идет здесь не о первородстве, которое выражается в удвоенной доле или еще как-то, а речь здесь идет о конкретном руководстве. Сейчас, когда Яков умирает, кто-то должен занять его место. И это не будет старший сын, и это не будут другие, а это будешь ты, Юсеф, на тебя, на твои плечи. Поэтому я даю тебе плечо, и на это плечо я взваливаю все бремя ответственности за судьбу народа. И на плечи твои я взваливаю должность вождя. Для того, чтобы закончить с этим стихом, пожалуй, имеет смысл еще упомянуть то, что арамейский перевод Ункиуса, последние слова, вот эти вот «бэкашти у бэхарби», то, что говорит Яков, что я завоевал ту долю, которую я взял у юморейца, отвоевал ее своим мечом и своим луком, Ункилус переводит «пыцелути у ваути», и то, и другое, два слова, два синонима означают «молитву». Эта мысль уже прозвучала у Раши, ведь Раши нужно всегда помнить, он комментирует не только текст Хумэша, но и комментирует он перевод Ункилуса, перевод и ирамейский, и объясняет его, почему Ункилус такой-то стих переводит таким-то и таким-то образом. Кстати, не всегда соглашается, он может с ним и спорить, но обычно есть объяснение, почему Ункилус переводит это так-то или так-то. И в Раши уже это прозвучало, что то, что я, то, что говорит Яков, каким образом я завоевал это место, это не значит, что я действительно сражался мечом, это нет, имеется в виду своей молитвой я обеспечил победу и взятие этого города. Но почему тогда нужно два, почему должны быть упомянуты именно два, два слова, два синонима, которые, в общем-то, переводятся одинаково, молитва – молитва, целута – это по-арамейски молитва, и ваута – это тоже молитва, может быть, чуть-чуть здесь оттенок несколько иной, а именно как просьба, бакаша, в конечном итоге молитва – это и есть именно просьба, нет молитвы без просьбы. А комментарии поздних комментаторов, они объясняют это следующим образом. Здесь интересно, что комментарии, скажем, и Мешихохме, Таурсамеях из Двинска, и Рибицехзеев Соловейчик из Бреста, они говорят практически то же самое, независимо друг от друга, разными словами проводят ту же самую мысль. Есть два вида молитвы. Есть целута и есть ваута. Чем они отличаются друг от друга? Целута – это ежедневная, постоянная молитва. То, что человек должен каждый день молиться – это его целута. И эту молитву, эта молитва должна быть молитвой общественной – Филабы Цибур, то есть она должна быть в Миньяне. На неё намекает слово Бехарби, то есть моим мечом. А есть ещё баута, бакаша, то есть это индивидуальная молитва человека, дополнительная, либо то, что он вставляет в 18 благословений во время постоянной молитвы, либо то, что он вообще молится вне связи с тремя постоянными молитвами ежедневными. Это его личная просьба, его личная молитва, просьба, молитва, в которой человек излагает свои личные просьбы индивидуально. На неё намекает слово Бехарби, то есть моим луком. Почему именно так? Разница очевидная. Что касается… Чем отличаются как два вида оружия, чем отличается меч от лука со стрелами? Меч наточенный – это сама по себе опасная вещь. То есть человек, который дотронется неаккуратно, неосторожно до меча, даже если никто этим мечом не размахивает и никто не применяет силу, можно уже порезаться. И порезаться можно достаточно серьёзно. Что касается лука со стрелами, то там нет. Сам по себе, лук со стрелами по себе вещь не опасная. Но если человек натягивает со всей силой тетиву, то тогда лук со стрелами превращается в смертельное оружие. И чем больше сила человека, который натягивает… То есть складывается дополнительная сила. Чем больше сила натягивающего тетиву, тем более смертоносным и вредоносным становится лук со стрелой. Именно так обстоит дело с двумя молитвами. То есть, что касается молитвы ежедневной, постоянной, цлута, то даже если эта молитва произносится человеком механически. И он думает во время молитвы не о том, что надо думать, и голова у него не на месте. Как, в общем-то, происходит с большинством людей во время такой ежедневной, рутинной, постоянной молитвы. Вместе с тем такая молитва срабатывает. Независимо от того, кто человек, который молится. Праведный он человек, неправедный, умный, неумный, или нет, о чём он думает, в тот момент, когда это молитва в Цибуре, молитва в Миньяне, то она действует, несмотря на все превходящие очень плохие данные. Подобно, это именно подобно тому самому мечу, который сам по себе опасная штука. Так и молитва сама по себе, без всякой дополнительной силы, ежедневная, постоянная молитва. Шах, Ресмин, Хамарев – это вещь, которая работает сама по себе. Что касается дополнительной молитвы, если человек хочет достигнуть чего-то при помощи дополнительной индивидуальной молитвы, то вот здесь вот, если у него нет настроя, если кавана у него отсутствует, то эта молитва ему поможет, как мёртвому припарке. Более того, сказано ещё, человек, у которого есть больной, если есть больной в семье, то следует отправиться к мудрецу, чтобы попросить его молиться. А почему тогда самому не помолиться? Потому что такая дополнительная молитва, она слышится от тех людей, которые близки к Богу, и поэтому нужно ходить к мудрецу. Не у всякого её примут. Это как раз как лук со стрелами, то есть она зависит сама, сама по себе стрела – вещь не опасная, пока ей не будет придана дополнительная сила. Эту дополнительную силу придаёт настрой, кавана, а также личность человека, который просит и молится. Именно поэтому разделяет Ункелу здесь между двумя видами молитвы Целута о Ваута. Едем мы дальше, начинаем 49 главу, 1 стих. «И призвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в конце дней». Казалось бы, мы сейчас должны услышать повествование о том, как будет конец дней, по крайней мере, у пророков обычно означается финальная драма человеческой истории, приход Машеха, Мессианской эры и так далее. Об этом ли собирается говорить Яков? Читаем дальше. «Соберитесь и слушайте сыновья Якова, слушайте своего отца Израиля. Ну, Реувен мой первенец, моя сила и начаток моей мощи, верх достоинства и верх могущества. Порыве ты, как вода, ты не будешь преимуществу, взойдя на ложи твоего отца, ты осквернил того, кто осеняет мои ложи». Все это очень здорово. А где описание того, как будет в конце, что будет в конце дней? Может быть, дальше? «Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственные им». Мало того, что ничего не понятно. Ладно. Ну, а где про Машеха, а где про конец дней? «В советах да не войдет моя душа. Иуда, тебя восхвалят твои братья». Начинается благословение, иногда критика по отношению к каждому из сыновей Якова. Но уж точно ничего такого про конец дней здесь и нет. Некоторые комментаторы говорят, что Яков вовсе не собирался здесь говорить про конец дней. Совсем не то. То, что он им говорит, это самое главное вот что. «Призвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь. Прежде всего, соберитесь все вместе. Соберитесь и слушайте сыновья Якова». Мы всегда будем меньшинством. Всегда. На протяжении всей истории. И поэтому единственная наша возможность выжить в окружении, мягко говоря, не очень дружелюбных народов, людей. Это только в единстве. Только когда мы все соберемся вместе. Это первое. Второе. Если мы собираемся вместе и будем слушать. То есть, если слушать, значит, воспринимать. Слушайте сыновья Якова. Что слушаете? Слушайте своего отца Израиля. То есть, чтобы первый факт – это было единство. Чтобы мы не рассорились, не грызлись друг с другом. А второе, чтобы свои духовные потребности удовлетворяли бы из наследия Якова. Слушайте своего отца Израиля. И что же теперь после этого? А сейчас решается самый главный и важный вопрос. Яков уходит. Если все должны быть вместе. Это легко сказать. Очень красивый лозунг. Знаете, нас мало, и для того, чтобы выжить, чтобы выставить, мы все должны быть объединены. Очень здорово. Очень хороший лозунг. Но когда люди самые разные должны объединяться, у них это обычно не получается. Не выходит. А уж тем более здесь. 12 сыновей. И очень-очень разные. И между ними уже был конфликт, из-за которого они-то и оказались в Египте. Как они оказались в Египте, если не из-за конфликта, который был? Как же они объединятся? Выход только один. И если будет достойный вождь, который сумеет их всех объединить, тогда народ в дальнейшем на протяжении истории будет так остаться. Быть объединен. И тогда у него есть шансы действительности на выживание. Стало быть, Яков сейчас, перед смертью, он и должен решить самый главный вопрос. Прием. Кто, вроде как, он уже решил этот вопрос. По крайней мере, так объяснил Лара Вирш, что он означает своим преемником Йосефа. Да, это сейчас Йосефа как человека. Как личность. Сейчас. Вот. На следующий год. А на самом же деле нужно решить вопрос другой. А именно руководство народом на протяжении истории, на протяжении веков. Это совсем другой разговор. И здесь вовсе не факт, что таким год руководителем оказывается Йосеф. Может быть, да. Но это вопрос, который в любом случае должен быть обсужден, объяснен. И поэтому он собирает всех, всех ценовик. Так пишет ряд комментаторов. Раши. Раши не хочет так объяснять. Потому что в конечном итоге сказано. Я поведаю вам. Поведаю вам, что сказано. Что случится с вами в конце дней. Пишет Раши. Он таки да, желал раскрыть конец, то есть срок конечного избавления. Почему же тогда, вместо того, чтобы раскрыть и рассказать, что же будет и каким образом будет происходить избавление. Почему же он вдруг начинает обсуждать качество своих сыновей, давать им благословение. А только шхена устранилась от него. И тогда он стал говорить другое. То есть нашему праотцу Якову не дали возможности для того, чтобы загляднуть в будущее. Для того, чтобы раскрыть это будущее. Необходимо было это раскрытие. Необходимо было связь со Всевышним, чтобы встать над временем. Связь с бесконечным, с безграничным. Но вот это-то и не получилось. Шхена отстранилась у него. И возможности загляднуть в будущее больше не было. И поэтому Яков перешел в мальца в другой теме. Тогда это уже завещание. Тогда он приходит вот к благословениям и к выбору преемника, к выбору вождя. И Рамбан тоже утверждает, что слова в конце дней так надо и понимать. То есть в конце дней имеется в виду эта эпоха Машиеха. Именно на эти времена Яков намекает в своей строке. Как сказано в дальнейшем, мы видим, что есть намеки в благословениях Якова, которые говорят о конце дней. Спрашивается в задаче, а почему бы ему не рассказать о том, что к ним относятся куда более конкретно. А именно избавление из Египта. Зачем рассказывать об избавлении, которое придет через тысячи лет с приходом Машиеха. Пусть рассказывает то, что их ждет в ближайшие сотни лет. А именно исход из Египта. Это, говорит Рабейн Удыхае, уже прозвучало. Это уже было озвучено. Где? То, что в самом начале он сказал Яков, что Яков сказал Юсефу. И сказал Израилю Юсефу, вот я умираю. Но Бог будет с вами. То есть Бог будет с вами. Будет с вами в беде. Будет беда. Будет изгнание. И что? И возвратит вас в землю ваших отцов. А это исход из Египта. То есть эта тема уже была им озвучена. А теперь он заглядывает дальше в будущее. Будущее. Так считает Рамбан и вслед за ним Рабейн Удыхае. А Нациф, поймяк Дава, он говорит, нет так. Верно, конечно, что в словах пророков слова Баахарита Ямим в конце дней означают прихода Башия. Это потому, что только у пророков. А в словах Якова нет. Почему? Да потому, что Ахарита Ямим, конец дней, это всегда означает конец эпохи, в которую живет говорящий. Поэтому для Якова Ахарита Ямим конец эпохи. Какой конец эпохи? Эпоха, в которой он живет. Это период египетского рабства. Стало быть, что является завершением, что является для него Ахарита Ямим конец дней? Исход из Египта и покорение страны Израиля. Поэтому многие его благословения в дальнейшем говорят именно о том, как растелятся его сыновья в стране Израиля. Это естественно, это очевидно. Это для него конец дней. А что касается пророков, дальше мы можем посмотреть Муше. Когда идут благословения Муше, то для него Ахарита Ямим, для него конец дней. Это как раз. Он находится в эпоху уже после, в эпоху завоевания Расисраиля жизнью. Для него конец дней. Это конец эпохи первого храма. А вот уже для пророков, которые видят начало изгнания, для них Ахарита Ямим действительно это уже избавление последнее. Это уже приход Машеха. Поэтому в их словах действительно конец дней это приход Машеха. Но у каждого здесь свой конец дней. Поэтому говорит Анациев. То, о чем говорит здесь Яков, в основном это события эпохи исхода из Египта и завоевания страны Израиля, расселения в Расисраиль, так как расселились все племена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.